Во-первых, игра была рана, во-вторых, ну, сначала вышел, как бы, ну, у нас нету второго встава, первого, все одинаковые, но все равно ребята, которые меньше играли, вышли в начале. Ну, потом подключился, как бы, не знаю, тоже было сложновато, ну, разыгрались, слава богу, выиграли хоть два очка. Тренер сказал после второй четверти, чтобы мы чуть-чуть догнали, конечно, ну, так не расслаблялись, но получилось, как получилось. Все три игры были полезны, первая игра была полезна тем, что мы получили урок, мы вышли расслабленные, вот, и игра была очень сложная. Вторая игра, мы настроились, отыграли так, как мы умеем, ну, а сегодня больше поиграли ребята, которые меньше играют, которые не играли в играх с Турцией, в первых играх с Белоруссией. Думаю, все три игры полезны. Самая интересная вторая, потому что мы играли там лучше, а самый яркий момент, наверное, то, что нам не забили трехочковые на последних секундах сегодня. Экспериментальный состав просто не дали отдохнуть лидерам, вот, как говорится, перед смертью уже не надышишься, у нас уже следующая игра, это уже чемпионат Европы, поэтому лидерам дали отдохнуть. Но все равно пошлось так, хотели и Климу дать отдохнуть, и Копцу отдохнуть, но не хотелось все-таки проиграть в последнем матче, пришлось бросить их бой, но хорошо, что выиграли эту игру. Конечно, резервисты чуть расстроили тем, что не понимают, что для того, чтобы попадать в состав и становиться основным, и нужно играть в таких играх на максимальных возможностях. Хотя Владимир Шевченко себя все проявил больше, чем достаточно. Ну, если взять именно конкретно эту команду Беларуси и провести с другими играми, которые мы проводили с Грузией и с Турцией, то эта команда менее мотивирована, то есть они не едут чемпионата Европы, то есть они играли полностью, как бы в свое удовольствие и чуть-чуть другой баскетбол, чуть-чуть другой баскетбол, который мы хотели бы, который мы ожидали. То есть их нестандартные действия как бы приводили к тому, что наши те схемы, которые мы тренировали, пришлось некоторые вещи пересмотреть. Поэтому я считаю, что такой спарринг тоже полезен. Все три сборные, которые к нам приезжали, у каждого свой стиль, то, что как раз и нужно для того, чтобы играть во всех любых условиях. Поэтому я думаю, что с командой Беларуси тоже нам было полезно поиграть. Ну, конечно, мы их все видели, мы все их знаем, поэтому как бы готовимся к этому и знаем, на что они способны. Мы ставим на все три игры максимальность перед собой задачи, поэтому каждый соперник для нас будет сложным.